Человек открыл свои лидерские качества. Человек, который рождается, он не знает, лидер или нет. А быть может, все наоборот, лидерами не становятся, а рождаются и людей, которые поведут за собой единомышленников, определяет сама судьба? В севастопольской точке кипения горячие споры. Предприниматели участвуют в деловой игре, разделившись на две команды, отстаивают свое мнение, используя всевозможные приемы аргументации. Главная цель – убедить оппонента, что он не прав. Привести такие доказательства, оспорить которые, будет непросто. Желание решать и убеждать дано не каждому. Это дар. Лидер должен обладать феноменальной памятью. Память должна быть, как у слона. Многие полководцы обучались стратегии и тактике ведения боя, но далеко не все могли повести за собой бой людей. Соответственно, далеко не все стали лидерами и вошли в историю как великих полководцев. Позиция нашей команды. Мы выслушали ваши аргументы, теперь наши. Мы считаем, что лидерству можно научиться. С каждого полена можно сделать городин. Дебаты проходят в несколько раундов, чтобы каждый участник смог примерить на себя роль как убеждающего, так и возражающего героя. Прежде чем перейти к оживленной дискуссии, детально разобрали теорию. Определили структуру коммуникации, выяснили, чем рациональные аргументы отличаются от эмоциональных. Тренинг для представителей малого и среднего бизнеса нашего региона организовал севастопольский филиал ПСБ. Подобные встречи для предпринимателей сотрудники банка проводят регулярно. Мы, как банк, стремимся к тому, чтобы наши клиенты тоже были успешны. Мы этого искренне хотим и желаем. И поскольку 2023 год объявлен годом педагога и наставника, мы провели целую серию мероприятий, посвященных в том числе повышению уровня образования и навыков наших клиентов и наших партнеров. Прокачать коммуникативные навыки как можно лучше помогает формат спикерского клуба. Именно такой для тренинга и выбран. Бизнесмены практикуются в грамотном ведении переговоров, что непременно поможет в дальнейшем общении как с клиентами и сотрудниками, так и с контрагентами. Выступление участников оценивает жюри. Баллы выставляют за манеру подачи информации, глубину размышлений, убедительность доводов. Лично я, как судья, в первую очередь оцениваю два компонента. Первое – это вера человека в ту мысль, которую он пытается донести. Потому что в любой сфере, если ты веришь в свою идею, ты найдешь аргументы для того, чтобы доказать своему оппоненту, что твоя точка зрения правильная и что это имеет место быть. И второе – это, конечно же, часть более деловая. То есть, насколько правильные аргументы мы используем и насколько правильно мы их строим. И вот он самый ответственный и волнительный момент оглашения результатов. С разницей всего в 0,5 балла соперника превзошла команда, которая доказывала, что лидерам нужно родиться. И хотя победитель определился, организаторы поощрили всех. Главный приз – ссылка на уникальный мастер-класс «Как развить у себя речь лидера». Нас пригласили сегодня на вот это мероприятие. И мне показалось, что это может быть полезно моему ребенку. И поэтому я его пригласил. Мне кажется, что здесь можно получить какие-то навыки, soft skills какие-то. Вот я думаю, что он получил и проявил себя. Я прям горжусь. Мне очень понравилось. Очень все прекрасно. Мне было прям реально очень интересно. Вот эти дискуссии насчет лидерства, не лидерства. Прям очень интересно было. Помогать клиентам в их личностном и профессиональном росте ПСБ продолжит и дальше. Так, в Севастополе и Симферополе недавно провели две деловые игры, посвященные финансовой грамотности. Главной задачей было обучить предпринимателей грамотному управлению денежными средствами. В ближайших планах – бизнес-завтрак. Его участники узнают о продуктах банка, а также развитии предпринимательского сообщества в регионе. Кроме того, вместе с экспертами на встрече обсудят навыки и умения, необходимые современному успешному человеку. Мы действительно подготовились. Мы хотим, чтобы наши предприниматели воспринимали ПСБ не просто как банк, а как банк-партнер, который может быть полезен не только с точки зрения продуктовой поддержки, но и с точки зрения комплексной поддержки предпринимателя. Услугами ПСБ в Севастополе сегодня пользуются десятки тысяч клиентов, в том числе предприниматели. Двери банка открыты для каждого, кто готов к совместной работе. Анастасия Синица, Деливер Меджитов. Новости Севастополя.